Всем добрый день! Всем доброго времени суток! Милые мои женщины, сегодня праздник День Татьяны. Я хочу поздравить всех Татьян с праздником. Я хочу пожелать, чтобы у вас в этот зимний день на душе было радостно, тепло, уютно. Я хочу пожелать вам исполнения самых-самых сокровенных желаний. Всем ангелохранителям. Ну а сейчас будем общаться. У нас с вами одна тема. Формат похудения, формат питания правильного. У меня есть комментарий от Татьяны из Севастополя. Она писала, не слышала ли я такую тему, что кофе и молоко животных это плохая комбинация. Что нужно заменить молоко животных. Вот я пью из кофе, кофе и обязательно наливаю молоко животных, конечно. Мне нравится топленое молочко. Топленый вкус. Можно ли заменить растительное молоко? Возможно это будет полезней. Когда появилось молоко на полках наших магазинов растительное, я даже не смотрела в эту сторону. Я сразу поняла, о, и сюда уже долезли. Уже растительное молочко. Обалдеть просто. Растительное молоко. Уже напились молока из порошка животных. Теперь уже растительное будет порошковое. Индустрия и сюда быстренько пришла. Люди зарабатывают на этом миллиарды денег. Растительное молоко это вообще то, от чего нужно полностью отказаться. Даже не смотреть на полки, где стоят вот эти бутылки с растительным молоком. Это просто трата своих денежек. Люди зарабатывают миллиарды, сексиллионы денег. Это тренд. Тренд продажников. Очередной тренд продажников. Индустрия вмешалась. И СМИ сейчас тоже проталкивают эту информацию. Никогда растительное молоко не превзойдет молоко животных. По своей пищевой ценности и по биологической ценности. А если это и получится сделать, то надо фальсифицировать молоко всевозможными другими витаминами. Допустим, В12 витамин, железо, ну и многие другие витамины. Это сильно увеличит стоимость. А гарантия будет, что производитель добавит именно биологически усвояемые формы витаминов. Тот же, допустим, витамин Д. Существует витамин Д2 и Д3. Д2 это растительная форма. Она плохо усваивается организмом. И она дешевле. А витамин Д3 это животная форма. Человеческая. Она лучше усваивается. И она доступна. Нужно еще железо. 2 плюс это растительная форма. А 3 плюс это животная форма. И вот это получается очень сложный конструктор. Этот конструктор биологически будет очень беден. Информация, я считаю, очень познавательная. Вот этот конструктор растительного молока будет очень беден биологически. Какая там польза? Какая ценность пищевая там? Индустрия опять вмешалась в наше здоровье. Пейте воду по пол ведра в день. Это очень полезно. Вымываются все микро и макро нутриенты. А зачем это делать нужно? Пить бутылированную воду? С антибиотиками? Все говорят, что это стиллота. Живая вода. Нет, конечно. Это мертвая вода. Дитлота. Так и здесь растительное молоко. Лично я не употребляла и не буду употреблять. Только молоко животных. Я считаю, это хорошая информация. А вы под себя думайте, решайте, фильтруйте. Неплохая информация. Но что не так? Вот такая информация. Милые мои женщины. Вы сегодня увидели рецепт хлеба. Конечно, я же не профессионал. У меня же не кулинарный канал. Вот как получается у меня. Но получается очень вкусно. Рецепт очень хороший. И хорошие рецепты я всегда записываю себе в блокнот. Моему блокноту 20 лет. Рецепт хлеба у меня здесь. Рецепт вкусного салата достойного здесь. Сейчас YouTube показывает кулинарные каналы. Все повторяется. Но мы смотрим где-то плюс-минус. Смотрим. Какую-то детальку для себя возьмем. Вот так мы с вами развиваемся. Очень такое похожее. Я не буду сюда записывать. Знаете, те же яйца, только в профиль. Здесь у меня достойные рецепты. Если я советую рецепт, всегда говорю, девочки, я у плохого не посоветую. Поэтому купите себе блокнот, у кого нету, и записывайте все рецепты, хорошие рецепты себе блокнот. Сегодня видео есть, а завтра хозяин его уберет. И видео этого не будет. Такое тоже возможно. Я сейчас получаю такие комментарии. Допустим, часто повторяетесь. На первом канале было то же самое. И здесь то же самое. Повторяетесь. Я на первом канале уже не работаю. Канал оставлен. Все новые видео будут выходить только на этом канале. У меня, кроме подписчиков, которые были на первом, еще есть подписчики новые. И они поступают ко мне каждый день. Каждый день новый человек. Поэтому информация, которая была на том канале, обязательно здесь будет. Я повторялась, я повторяюсь, и я буду повторяться. Когда я начинала худеть, у меня был такой учитель, вождь и учитель, он и есть, который мне каждый день говорил, Таня, ты сколько сегодня прошла? Ты на турнике сегодня висела? Это было каждый день. Он меня спрашивал. Нет, хлеб нам не нужен. Мы кушаем без хлеба. Картошку тоже не готов. Не нужно нам это. Не нужно. И вот это было постоянно. Поменьше этого. Это постоянно было. То есть у меня бортовой компьютер постепенно все вот сюда программировалось. Такого не было что. Ой, я сегодня пью кофе правильно, с орехом, природные жиры, природные белки. А завтра у меня круассан. Ну это же не часто. Это первая половина дня. Это же можно. У меня этого нету. И меня постоянно тормозили. Так нельзя. И это было постоянно. Поэтому если я что-то напоминаю, я не думаю, что это плохо. Я показываю постоянно свой завтрак. Вы под себя делаете завтрак. Самое главное для худеющего человека, кто со мной, конечно, чтобы не было углевода. На завтрак не должно быть сладкого. Каши это тоже сахара. По-любому эта каша превратится в сахар. Любая каша, медленный углевод, состоит из цепочки быстрых углеводов. И я напоминаю, постоянно людям уходим от углеводов. Только так можно похудеть, уйдя от углеводов. Сейчас очень много в ютубе можно увидеть хороших людей, компетентных. Тот же доктор Берг, пожалуйста. Тот же самый человек объясняет, рассказывает. Иногда можно послушать и этого человека. Это хорошая, познавательная информация. И есть хорошие результаты. Я со старым каналом не работаю. Мне видео старые не нужны. Я одним движением пальчика могу убрать все видео. Все это прекрасно знают. Думаю, ну пусть повисит на просторах ютуба. Может быть кто-то посмотрит иногда. И возьмется за ум. Скажет, слушай, она похудела? Так это же возможно. Я тоже возьмусь за себя. Тоже начну худеть. Смотри, убрала углеводы. Смотри, человек начал двигаться. Думаю, пусть висят видео. Хотя можно убрать их. Но я же это не делаю. Но обязательно нужно где-то что-то вот сказать. И таких немало. Правильно Юрочка мне писал. Юрочка, который похудел на 26 килограмм за год вместе со мной. Он сказал, Таня, не обращайте внимания на троллей. Я так и делаю, Юра. А кому не нравится мой канал и лично я, я вас не держу. У меня выход там, где и вход. Гоу на выход. Есть каналы на ютубе, где 250 тысяч подписчиков. А просмотров за 4 дня всего лишь 10 тысяч. 250 тысяч подписчиков. Есть каналы 35 тысяч подписчиков. 35 тысяч. А просмотров за 4 дня 4 тысячи. У меня 2,5 тысячи подписчиков. А просмотров за 4 дня 15 тысяч. Это о чем говорит? Меня смотрели, смотрят и будут смотреть. У нас люди развиваются. Мы интересны. Вот так, милые мои женщины. Я благодарна всем, кто со мной. Девочки, у нас обязательно с вами все получится. Если кто-то взял что-то положительное из моего видео, не забудьте поднять пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И нам с вами девочки будет очень не скучно. До встречи. Любите себя. Утренний кофе. Кофе с молочком у меня. Пару ломтиков сыра. Тоненькие такие ломтики, как лезвия бритвки. Сливочное масло. Инсулин не выделяется на эти продукты. Нету инсулина, нету аппетита. Инсулин это гормон аппетита. У нас инсулина нету. Жиры. Хорошие жиры. Пожалуйста, жиры и белки природные. Это наши грецкие орехи. Я сейчас начала замачивать орехи. Не потому, что там фитиновая кислота, воспалительные процессы, блокируют поступление кальция, цинка. Нет, не поэтому. Мы не так много кушаем орехов. Нет, не поэтому. Совершенно. Мне просто начал нравиться вот этот вкус замоченных орехов. Мне напоминает этот вкус орехов осенних, молодых. Поэтому пробуйте, может быть и вам понравится. Можете замачивать любой орех. Польза есть, но и вкусно. Пьем кофе и наслаждаемся. Собралась на пробежечку. Отрезала ломтик сала. Тоненький, как лезвие бритовки. Жиры. Это природные жиры. Самая лучшая система медицинская. Это система Симашка. 20 грамм жира. Или это сливочное масло. Или это сало кусочек. Да на здоровье, пожалуйста. Желчегонное прекрасное. Сало. Это жиры. Это желчегонное. А сверху горечи. Хрен. Хрен домашний, девочки. Покупала у женщины. Можно чеснок. Прекрасное. Желчегонное. Мы должны с вами кушать горечи. Мы дошли от горечи. У нас сладенькое утром. Кашка и бананчик. Сукафрукты. Горечи утром нужно кушать. Вот это хороший отток желчи. Ну вот так, девчата. Сейчас кушаю. И быстренько на пробежечку. Гоу. Все со мной. Сейчас буду выпекать хлеб. Мои заквасочки сегодня уже шестой день. То есть закваска созрела. Буду выпекать хлеб. Жаной. Бездрожжевой. На домашней закваске. Научилась я выпекать этот хлеб. Рецепт. Увидела. Этого хлеба. Как готовится этот хлеб. На ютубе, конечно. Хозяин мужчина очень доступно показывает, рассказывает. Ссылку на этот канал я оставлю под видео или в комментах. Посмотрите, как готовит хозяин мастер. Мастер выпечки. А я так ученик. Но готовлю. Готовлю хлеб. Получается очень вкусный. Готовьте его. Ну, готовим тесто. Закваска пышная, красивая. Видно, я думаю, да? Пышная, красивая закваска. Вот здесь такая корочка образовалась. Закваска наша хорошо подошла. Закваску наливаем. Или сахар растворим в воде. Или столовая ложка меда в теплой водичке. Нужно растворить. У меня мед. У кого нет меда, можно сахар использовать с теплой водичкой. Так. Выливаем в закваску. Вот это все размешаю ложечкой. Размешала. Пахнет брожением. Хорошо размешала. Закваску приготовили. Сухие ингредиенты. Мука. Я просеяла в эту миску. 400 грамм ржаной, житнюю у нас, говорить в Украине, житня мука. 400 грамм ржаной и 100 грамм цельнозерновой пшеничной. Просеяла на сито, чтобы немножко наша мука подышала. Нужно добавить одну чайную ложку соли. Это сухие ингредиенты. У нас идут чайная ложка соли. Можно с горочкой. Нормально. Две столовые ложки солод. Сухой. Ферментированный у меня. Вот солод. Кто в Украине, покупаю в сельпо. Но не в каждом сельпо есть. Две столовые ложки. Он такой коричневый на цвет. Красивый цвет. Две полные беру с горой. Солод. По рецепту одна чайная ложка молотого кориандра. У меня больше. Мне нравится больше. Он вообще не чувствуется кориандр. Одна чайная ложка. Я две. Ес. Мне нравится чернослив. Кому не нравится, не нужно. Это лично я под себя. Мне нравится чернослив. Я чернослив пополам. Ну, ошпарила, как понятно, помыла немножечко. Так. Тра-ля-ля. Вот сюда нужно еще. Две столовые ложки масла растительного. Любого. Я использую масло домашнее, пахучее. Пахнуть оно сильно не будет. Так. Сухие ингредиенты перемешала. Добавляю масло. Пахнет. О, его только использовать капусточку. Раз. Две полнющие ложки. О, два. Достаточно. Все. Убираем, чтобы не мешало. Нам ничего. Перемешиваем. Сейчас буду руками все мешать. Это не то тесто. Не на варенички. И не на пельмешки, которые вымешиваются очень легко, мягко. Нет. Так не получится. Вот когда начнете сами печь хлеб, вы посмотрите. Это тесто нужно только соединить. Оно не вымешивается. Все. Сухая смесь наша готова. Теперь нам нужно соединить с заквасочкой. Тарам-тарара у нас. Вот закваска. Вот сухая смесь. Выливаем в миску. Сейчас начну вымешивать. Если будут густоватые, можно добавить водички немножко. Вот так. Все. Соединили вместе и вымешиваем. Начинаю вымешивать. Такой процесс. Руки чистые. Нас научили при коронавирусе мыть руки. И вымешиваем. Туговато будет. Тяжеловато немножко. Будет. Только соединяется. Не вымешивается. Как на вареничке. Если нужно, добавим водички. Напоминаю. У меня кувшинчик. Немножко водички. Так делал и мастер. Я смотрела у мастера, девочки, все. Вот так. Но не буду затягивать. Отключусь я сейчас. И вот так соединяем. Вот здесь мука. Немножко водички можно добавить. Громусенько. И вымешиваем. Вот наше тесто. Все перемешало. Хорошо. Все соединило. Теперь мне нужно все выложить в форму. Форму смазала растительным маслом. Похочем деревенским маслом. Силиконовой кисточкой. Очень все просто. Хорошо смазать форму. У кого и силиконовая форма, прекрасно. Мне в силиконовой даже больше нравится. Выпекать. У меня есть подписчица Мариночка из Германии. Вот она готовит этот хлеб. Начала готовить. Она просто в восторге. Она говорит, Таня, я не помню, когда ела такой вкусный хлеб. Я не помню, говорит, у нас здесь такого хлеба нету. Вот так, девочки. Берем вот это тесто. И нужно вот это все нам утрамбовать в эту формочку. Вот. Я даже приготовила ложечку. Потом ложечкой помогать себе еще буду. Выкладываем все в форму. Руку можно мочить в водичке. Тогда тесто не будет прилипать к руке. Немножко рука у меня в тесте, но уже так получается. По-другому никак. Вот так. Миску я убираю. Уберем. Вот так. Хорошо, хорошо. Сюда вот это тесто утрамбовать. Хорошо. У меня чернослив просматривается. Нормальненько. Сейчас. Рука грязная. Секунду. Сейчас дальше пойдем. Ложечкой. Ложечкой. Так. Мокрой ложкой. Мокрой. Видите? Гладенько будет у нас. Красивенько. Сделаем красиво. Сейчас хорошо утрамбую сюда его. Прижимаю хорошо. Плотненько. И на грелку ставлю. Район двух часов. Тесто поднимется. Хорошо. Вот так. Ну все. Сейчас немножко. Прижму здесь. Видите? Где-то район двух сантиметров. Оно у меня поднимется. Неполная форма. Ну вот так. Очень просто и не так сложно все. Закваска занимает время. А так это не сложно. Научитесь и у вас у всех будет получаться. Мне хватает этого хлеба на 20 дней. Но я третью часть после каждой выпечки отдаю. И мне хватает район 20 дней. Все. Ручки вытерла. Тесто. Вот наше тесто в форме. Сейчас я накрываю салфеточкой. Ставлю на грелочку. Заношу в комнату. Бережно так ставлю на грелку. Немножко даже его еще укутаю. И на район двух часов наше тесто должно немножко подняться. Тесто подошло, как видите. Вот так. Хорошо. Форма у меня длинная, большая. Вот если у кого меньше формы будет, значит хлебец будет у вас выше. У меня очень большая форма. И так нужно хорошо смазать водичкой. Трещинки у нас все равно будут на хлебе, потому что это ржаной хлеб. Трещины будут. Не страшно. Лишь бы было вкусно. Ну все. Сейчас ставлю в духовочку. И вот хлеб в разрезе. Просматривается черной точке. Это чернослив. Я держу в салфетке. В салфеточке. Буханка хлеба. Кило двести у меня получилось этот раз. Я оставляю себе 600-700 грамм. Мне хватает на 20 дней. 600 грамм на 20 дней мне хватает. В холодильнике прекрасно сохраняется. Прекрасно. Изначально нужно выпекать хлеб, ставить в духовку на 250 градусов. Разогреть духовку на 250 градусов. И вот наш будущий хлеб. Тесто остается в холодильнике 10 минут. 250 градусов. Потом переключаем градусы, ставим 220. 20 минут. Потом на 200 градусов 15 минут. И 170 градусов 15 минут. И всего 1 час находится хлеб в духовке. Готовьте все. У всех получится. Всем приятного аппетита. Я нашла в цветочный магазин. Я иду сегодня на день рождения. Не нужны цветы. Взяла вот такой красивый букет розочек маленьких. Приятного аппетита.